МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаете, вот в советское время было такое выражение, или как сейчас бы сказали слоган, медаль за бой, медаль за труд, из одного металла льют. То есть да, война, подвиги на фронте это одно, но свои, может быть, негромкие гражданские подвиги совершали обычные люди, ну, гражданские, то есть адыги, которые жили, работали в тылу, или во время оккупации проявили какой-то свой героизм. Если, кстати, на тему работников тыла, то сейчас, например, Нурбий нам скажет про героя социалистического труда. Алия Делова? Или кого? Делов, может быть? Или Делов? Делов. Делов, да. Алий Делов. Он, ну, как бы, имеет отношение к... Ну, уроженецу... Ну, я же, как бы, намекаю, да, что... Это уроженец Алоу Рубского. Уроженеца героического труда. Да, правда, за его подвиг, в принципе, через год уже стали награждать... Ну, он был хороший паровозник, машинист. Он водил составы. Он водил состав, дали ему героя за то, что при подвозе танков и снарядов к Сталинграду, перед подготовкой к Сталинградской битве, при налете пикирующего бомбардировщика немецкого, он выпрыгнул просто из паровоза. Проявил военную хитрость. Да, он выпрыгнул с факелом из паровоза, заглушил двигатель, ну, не двигатель, а топку, закрыл трубу. Да, закрыли топку, он выбежал, и немецкий ас подумал, что паровоз свернул. Паровоз едет дальше. Да, да, битва успешно завершена. Груз был доставлен. Да, уже после победы в Сталинградской битве ему было включено звание Героя Труда Социалистического, так как машинисты считались гражданской профессией, а через год их приравняли, уже в 44-е. Могу сказать, Нурбий, что обычно еще такие звания давались часто по совокупности, что, я думаю, Али Делов и до, и после этого случая много чего хорошего, важного сделал. Там еще была история, как нужно было стрелку паровозу переключить, и как-то сигнал не проходил, и он тоже спрыгнул, добежал быстрее паровоза, передал информацию и обратно. То есть вот получается как, вот какой подвиг он совершил, искры из паровозной трубы, он как бы замаскировал и с факелом выдал себя, что вот это вот факел, это вот эти искры паровозные, что паровоз едет дальше, а состав остался стоять, и что, ну вообще-то выжить под бомбежкой, ну это, ну там же осколки, контузия, взрывная волна, ну да, он был ранен, но выжил. Выжил, молодец, да. Прожил долгую жизнь, наверное. Да, и в Армавире на Аллее Героев соответствующая, ну как бы, доска, память о нем, фотография присутствует. Но, это все-таки, как бы, не совсем фронт, но почти как фронт. А все-таки мы вот что расскажем. Обычные гражданские адыги, как они себя проявили в годы Великой Отечественной войны в тылу, или вот даже вот во время оккупации, это интереснее, да. Для этого мы процитируем фрагмент вот каких интересных воспоминаний. Лето 1942 года. Началась битва за Кавказ. Немцы ворвались уже на территорию Кавказа. Идут бои за Краснодар. 17-летний житель города Краснодара Сергей Дробязко, парень, вчерашний школьник, выпускник школы, вместе с другими краснодарскими мальчишками был отправлен защищать родной город. То есть их быстро призвали и влили в ряды Красной Армии. Случился известный бой на Пашковской переправе, так называемой. И для многих этих краснодарских школьников, бывших, он стал последним. Но правда для Сергея он уцелел, он выжил в этом бою. Он получил тяжелую контузию от бомбежки. И для него этот бой закончился пленом. То есть мытарства плена начались у него как раз после боя на Пашковской переправе. Как вы понимаете, что значит Пашковская переправа? Он уже защищал Краснодар с Адыгейского берега. То есть от станицы Пашковской была понтонная паромная переправа на сторону аулов черкесских, ближайших. Эту переправу подорвали, но бой через Кубань. Краснодар уже был взят, получается. Но территория Краснодара уже основная была взята. То есть Сергей Дробяцко со своим ПТРом, противотанковым ружьем, напарником уже в окопчике сидел на этой, на Адыгейской стороне. И уже как бы отбивали попытки немцев переправляться. Закрепиться на реке Кубань пытались. Ну они потом переправились, они как бы наладили эту переправу. Советские части пытались остановить. Пытались сдержать это дальнейшее подвижение немцев на уже Адыгейской стороне. И вот там, вот в этом окопчике со своим ПТРом он под бомбу и попал. Ну контузия, там голова, там все раскалывается. В таком состоянии был взят в плен. И вот что он пишет дальше. Я не знал, куда нас вели. Только ощутились мы на окраине какого-то аула, где нас затолкали в загон для скота, обнесенный жердями. Во второй половине дня из аула вышли бородатые старики-черкесы в бараньих попахах и направились к старшему охраннику немцу. Они о чем-то его просили, показывая на нас. Переговоры шли долго, потому что никто не понимал друг друга, потому что старики-черкесы... Немецкого точно не знали. Да и русского они, наверное, раз это старики-черкесы... Да и немцы русского тоже не знают. Да, то есть очень серьезный был языковой барьер, видимо. Но в конце концов немец согласно кивнул. И один шустрый старик вернулся в аулу. Вскоре оттуда показалось, несколько женщин, они несли большие тазы и кошелки с продуктами для пленных. Вот о чем разговор был. То есть жители аула попросили покормить пленных, которыми, естественно, никто не занимался и даже попить не давал. Но немцы не подпустили к загону. Конвоиры показали руками, чтобы женщины бросали продукты через ограду. Ну вот, к сожалению, говорит, ну да, прямо в навоз полетели помидоры, кочаны вареной кукурузы, лепешки, брынза. Все это падало прямо на землю. И когда женщины отошли, только тогда немцы разрешили пленным брать продукты. Ну, естественно, их никто не кормил, они голодные, они бросились на эту еду, устроили свалку. Он говорит, а я контуженный, я вообще еле-еле себя вот так вот чувствовал. Я не полез, потому что меня там затоптали. Ну, что было дальше, он описывает. Немцы длинными палками отгоняли тех, кто успел что-то схватить. Ну, еще повторяю, а у Сергея, этот подросток, он говорит, ну нет, я не полез, я вообще там контуженный вообще, еле-еле лежал, еле-еле сидел. Старики-адыги ворчали, покачивая головами, ну, смотря на эту картину. Снова один из них подошел что-то попросить у конвоиров. Старший охранник с недовольным видом, соглашаясь, ну, махнул рукой. Старики ушли в ауду. Женщины с кружками в ведрах принесли воду. То есть, вывод, теперь они попросили напоить пленных. Старший конвоир палкой выбил кружку из рук первой женщины и знаками показал, выливая воду в деревянное корыто. Для водопоя скота, вот пусть они оттуда и пьют. Ну, расставили женщин цепочкой, они стали передавать друг другу ведра. Ну, одна вот крайняя в корыто все это выливала. Это было, ну, долго тяжело налить. Несколько раз женщины возвращались в ау за водой. И так вот несколько раз. И вот всю эту картину наблюдали старухи черкесские. Они стояли в стороне, шептались между собой, горестно покачивая головами. Потом конвоир крикнул, чтобы пленные подходили пить. Ну, и опять отгоняли палками тех, кто возле корыто там задерживался долго. Я за едой же, говорит, не пошел, а вот попить, ну, страшно хотелось. Да, поэтому, кстати, вот на тему попить Сергея Дробязко, Дробязко, парня спасло небольшое знание немецкого языка. Ну, тогда же в школе шучили, да. Что он был такой кучерявый и бренетистый парень. И вот когда его оглушенного немцы подняли из окопа, ну, вот угадай, Нурбей, какой первый вопрос немец-солдат спросил у него? Евреи или он? Юды. Еврей. Ну, Сергей понимал, что это очень страшный вопрос, после которого могут последовать очень серьезные вещи. И он ответил, их бин русский. Ну, немец засмеялся, но потом, как бы, когда их вот возле берега Кубани держали вот эту кучку первых пленных, он подошел к немцу и опять сказал, тринкен. Тринкен? Ну, тринкен, по-английски дринг. А, пить, пить. И немец удивленно посмотрел на него, ну, типа, знает немецкий и разрешил попить воды из Кубани. Ну, вот и с втомленной жаждой Сергей в этот раз тоже говорит, я уже, ну, не мог терпеть, попить, попить, все-таки я поплелся к этому корыту. Я подошел, один из последних, уже там в этом грязном корыте, ну, воды было на донышке. И вот эту ситуацию видела одна из черкесских старушек. Видит, там, парень, подросток, раненый, шатается, подошел и не ел, да еще и попить уже нечего, да. Вот она, опираясь на палочку, отправилась к загону. Конвоир немец к ней навстречу, она спокойно его рукой отвела. Ну, и все-таки конвоир, все-таки, какой-никакой, но был человек, тот растерялся и пропустил, потому что, ну, там, кричать или замахиваться на старую пожилую женщину с палочкой, ну, это уже, наверное, все-таки. Не все немцы были звери, да. Старушка подошла к тому месту у корыта, где я там пытался попить воды и просунула через жерди мне лепешку. То есть она видела, что я не ел. Что-то приговаривая, по-своему, по-черкесски. Спасибо, бабушка, сказал я. Ну, да, вот, Сергей, конечно, не знал адыгский язык, он бы мог сказать там, типа, Ну, как-то так, да. Ну, сказал по-русски спасибо бабушка и спросил, показывая на дома, что за аул. Ну, то есть, а где мы? Ну, то есть он не знал, куда нас. Бабушка, ну, как-то так смогла понять, что ее спрашивают, и ответила. Лакшукай. Немец замахнулся, но я на палкой, и грубо оттолкнул старую женщину. Она, бормоча какие-то проклятия немцу, не спеша пошла к аулу. То есть вот такая ситуация. Вот как себя проявили жители аула Лакшукай, ну, которого сейчас, к сожалению, нет, он находится на дне Краснодарского водохранилища, в эту тяжелую, страшную, критическую минуту, как они отнеслись к советским военнопленным, которые оказались на окраине их аула. То есть вот такие вещи. Ну, да, мы можем много рассказывать, ну, и о подвигах адыгов на фронте, или о том, как они себя достойно проявили в тылу, во время оккупации. Ну, хочется все-таки что-то рассказать. Ну, давайте еще расскажем, например, о Чебахан Шхалаховой. Из аула Большой Псиушхо, это наша приморская шапсудия. Ну, что это за женщина? Ее личный подвиг заключается в том, что она мать. И что она проводила на защиту Отечества девятерых сыновей, трех внуков и невестку. Ну, то есть жену одного из сыновей. И с полей сражений, вот из этого количества, вернулись только два сына и два внука. И, кстати, ну, вот, когда это все, как бы, начали приходить похоронки в аул, ну, сердце Чебахан не выдержало. Она не дожила до того факта, когда, ну, уже узнали, сколько погибло и сколько вернется. То есть сердце матери не выдержало. Но ей в ауле Большой Псиушхо относительно недавно была поставлена памятная плита рядом с общим мемориалом. Ну, адыгом аульчаном, участником Великой Отечественной. И, кстати, такой же памятный мемориал стоит еще в ауле Тахтамукай. И он посвящен памяти Мамархан Мезужок. Эта женщина, черкесская мать, проводила на фронт семерых сыновей и получила семь похоронок. Но, к счастью, потом выяснилось, что седьмая похоронка оказалась ошибочной. И один из ее сыновей, Абубачир, оказался жив и на радость родным вернулся потом домой, в аул. И потом уже дальше прожил долгую жизнь, по-моему, до 90 с лишним лет.